КЛИК ШОУ У нас в гостях Николаевский рок-исполнитель, это Чири Мэри. Ребята, привет, очень рады, что вы к нам добрались, приехали в такую снежную погоду. Скажите, а лепили по дороге снеговиков? Конечно, с поезда так. Лепили по тому, как вы одеты, по-моему, у вас тепло или лето. А, у нас еще холоднее. Да, не странно, мы ехали в Киев, как редиски одевались, 50-х годов, приехали. А тут вообще у вас практически, блин, тропики. Вы приехали к нам просто погреться. Погреться, да. Почему же так музыкально погреться? Хотим сказать всем, кто нас сейчас смотрит, ребята в Киеве сегодня дают свой концерт. И в Поттерпабе приходите, послушайте живьем вот такой граунж-инди-рок. Вот, и действительно, это хорошее звучание, как отмечают многие украинские слушатели и музыкальные критики, которым полюбилась эта команда. Ребята, мы благодарим вас, что вы такие оригинальные. А сейчас расскажите нам, вы не просто так не с пустыми руками пришли, у вас клип вот недавно истекся. С руками пустыми вроде, но что-то все-таки принесли. Принесли клип, который мы вот скоро посмотрим. Скажите, как происходили съемки, как вообще у вас дела? Ой, действительно, да. Наша новая работа называется «Муфая», снят вот с пылу жара. Это наша была вторая уже работа совместная с студией «Борн Вижн». «Борн Херсон». Да, ребята замечательно влились в наш коллектив, можно так даже сказать. Вторая работа прошла просто на ура. Они настолько хорошо чувствуют нашу музыку и в состоянии передать визуально тот драйв, который мы выделываем на сцене. То есть картинка настолько гармонично соответствует. Буквально, когда им вот даем трек, они сразу раз, такие идеи, мы говорим, чуваки, вообще круто. То есть то, что мы и думали. То есть обе идеи, первое и второе. Да, да, да. Лена, Рома, вы супер, мы вас любим. Мы скоро посмотрим, вы поймете, о чем идет речь. Действительно, видео очень интересные, они выделяются из того, что у нас есть, в принципе, в ротациях на телеканалах. Интересно узнать все-таки, откуда у вас привилась любовь к этой британской волне, к волне британской музыки. Это очень долгая история. Это у нас очень долгий эфир. Исторически так сложилось, что нас зацепило в этот стиль. Я слушаю с детства, а не с юности сознательной. Как отделил дарок возрастно. Немножко возрастные дары, такие разницы. В общем, просто так вышло, что большую часть своей сознательной жизни слушаем такую музыку. Она нам нравится, и это то, что мы делаем сами как-то. Есть ли какие-то музыкальные авторитеты у вас? На кого вы равняете? Нет, Arctic Monkeys, The Hives, White Stripes, Sunways. Мне вообще, у меня юность прошла на стыке эпохи, пост-эпохи Нирваны. И появление новой британской волны, современной инди-рок-н-ролла. И вот оно просто так вот замешалось в нашей команде. Просто трудно перечислить всех. Вам удавалось побывать на живых концертах, хотя бы кого-то из перечислили? Вот буквально недавно хотел очень сильно попасть на The Subways, но, к сожалению, по семейным причинам не смог. Я с 9 класса хотел на Гуанайпс попасть. Выдалась такая замечательная возможность. На Бастити, наверное. На Бастити мы были в этом году, тоже играли в третий день. И все три дня фестиваля просто на ура прошли. Но у вас, кстати, такие фестивали, знаете, немаленькие. Хотим сказать зрителям, которые, возможно, только сейчас знакомятся с коллективом, что группа настолько драйвовая, настолько сильная энергетика, что все самые масштабные фестивали Украины хотят их видеть, включая в рядах хедлайнеров украинских участников тоже. Поэтому это, как мы любим говорить, это тоже респект ребятам за это. Расскажите, вот есть источники, что More Fire – это гимн фестиваля «Захид». Много ли было участников или много было попаданных песен, которые рассматривались как такой, скажем, лейт-мотив фестиваля? Опять же, очень длинная история, но вкратце. Такое ощущение, что вы лет уже 15 так добрые на сцене, такие истории. Организатор фестиваля «Захид» собственно нас взял на фестиваль именно исключительно заради этой песни. То есть ему очень понравилось, он говорит, ребята, там, блин, давайте до фестиваля, плюс это будет гимн. Как таковых конкурсов не было. Ему просто понравилось все. Загорелся и стрельнули. Значит, настолько песня понравилась, что даже конкуренция не дала. Да, и рекламный ролик, который был сделан для этого фестиваля и крутился в последние топовые дни как раз, как ни странно. Ну вот сейчас мы посмотрим ролик, который вы сделали для этой песни. Каждому из вас в дом больше огня. More Fire Cherry Mary. В эфире Клик Шоу. Премьера у нас, да. Друзья, друзья, это была премьера в Клик Шоу. Чери Мэри. Ребята, мы сняли фильм ужасом. Скажите, во время съемок кто-то пострадал или все целое? Шнуры страдали. Пальцы, стойки, шнуры, ну в основном эквипмент пострадал. То есть залили, скажем так, такой бутафорной краской, бутафорной кровью, да, все? Да, Рома специально приготовил замечательные кистики. Со станции переливания крови, да. Подвозили, подвозили. Вот теперь вы знаете все, что Чери Мэри присоединены ко всем музыкальным шнурам. И вся музыка, которая протекает и проходит большие расстояния из танцев, это все идет с внутренности, внутреннего мира каждого из участников группы Чери Мэри. И туда, и в космос. Скажите, было много предложений, именно сюжетов, идей? Или это был первый, единственная вспышка, которая вам понравилась, и вы его платили в жизнь? Ну это была самая первая вспышка, да? Да, потом была вторая идея, но как-то в общем-то. Это настолько показалось интересно. У нас просто были вопросы к ребятам относительно, в состоянии ли это технически наш кинематограф воспроизвести. Просто они сказали, конечно, все будет, да, хорошо. Не вопрос, мы согласны. Ну у вас просто второе видео, и вот прослеживается рука одного того же автора. Потому что в первом видеоклипе вы вообще в краске были полностью. Как она, кстати, смывалась, эта краска? Это строительная водоэмульсионная краска, да. Ну смылась нормальной водой. Да, и Тёма попил даже чуть-чуть, пробовал потом. Интересно, когда перебегали как бы со студии туда, где смывать, ну по улице, вот это чуть-чуть краска. То есть зеленые, желтые и красные человечки бегали по улице Херсон. То есть Херсон вас уже ждет, как самое интересное, что могло с ними случиться на выходных или там, когда вы снимали клипы. Да, ну как ни странно, у нас очень теплые отношения с этим городом. С публикой. Мы всегда с удовольствием встречают как друзья, так и многочисленная, кстати, публика, которая у нас. Ну ребят, мы очень драйвовы, хочу вам сказать. Иногда, вот сейчас уже меньше, раньше очень часто было так, смотришь клип, классно, слушаешь, все офигенно. И думаешь, нет, все здорово, и думаешь, а кто это? Это наши ребята? Потом, это наши ребята? А потом, вау, так у нас мед, у нас мед. Это наши ребята. Точно так же можно сказать и про вас. Очень, ну, очень качественное звучание, очень качественный клип и очень интересно все это. Хелестные отзывы вы себе слышали. Да, какие уже есть и вы. Сравнивали вас с кем-то из Запада? У нас постоянно задают, ребят, чей кавер играете? Да, то есть вот как-то. В стиле вы откуда вообще? Мы говорим, да это наши, он не говорит, да нет. Я тебе не верю, да? Покажи, где свадьбу. Иногда очень прикалываемся с публики, просто выходим на английском, начинаем общаться, и люди такие вообще не поймут, куда они попали. Кто это, да? Кстати, вот в Николаеве, наверное, как и во многих городах, очень много кавер-бендов. У вас есть программа, в которой вы играете чьи-то песни? У нас, ну скажем так, у нас есть, есть немножко кавер-программы, но это абсолютно не приоритетная программа, то есть это просто вот, ну вот так, немножко. А мне все-все сказал. Для сербя, да, сугубо. То есть опять-таки это те команды, на которые мы в свое время равнялись, которые мы слушали в свое время и с удовольствием играем как свой. Скажите, теплее всего вас где принимают? В Николаеве, знаете, бывает говорят, нет пророков собственного отечества. Или все-таки за бугром? Были ли у вас концерты, допустим, в ближнем зарубежье? У нас был прекрасный концерт в Минске этим летом. И мы не ожидали на самом деле, что, ну это было лето и концерт в клубе, обычно летом в клубе это, ну... Вы, в принципе, любите, когда народ колбасится под вашей песней, во время вашего выступления, у вас есть какие-то методы, как завести публику? Мы на сцене себя ведем так, чтобы, собственно, они заводились. Пример подойдет. Хорошо, как сами себя заводите перед тем, как выйти на сцену? Да, это как бы вот, вот, вот очень, кстати, интересный момент. Подожди, давай, давай. Каритетного, каритетного милиционера. В общем-то, как бы, вроде и бывают уставшие, все такое, но выходишь на сцену, все, откуда-то энергия берется, так, раз-два раз. Заряжайтесь от людей, да? Ага, то есть, как зарядиться, читайте в моей книге, никак, да? Да, да, просто выходишь и колбасишься. Ну, у нас есть еще с Андреем традиция, иногда, когда совсем нас пригрузило, мы хотим спать, мы включаем в гримерке песню себе, The Threshman, Surfing Bad. Ага, то есть, есть у вас, да, некий фетиш в группе, да? Да, да, психотео под птицу-синицу, пять минут, и все, выходишь, уже, да, супер. Такие интересные разные методы у всех есть, есть команда одна, которая, они берут карандаши в зубы и держат около 4. 3 минут вот так, и говорят, что это помогает, ну, такой американский метод, ну, каша, расходим. Скулы сводят, и улыбка остается. Да, и ты выходишь уже. Ладно, ребят, я думаю, вы на самом деле, вот, энергетично сильные, и я хочу сказать ребятам, которые сейчас нас смотрят, что в следующей студии Cherry Mary сыграет живьем в эфире Клик Шоу, поэтому оставайтесь с нами и почувствуйте этот драйв именно здесь и сейчас, какой он есть. Есть. Клик Шоу Cherry Mary в эфире Клик Шоу, и сейчас это будет живое выступление. Да, и у ребят на сайте есть интересный опросик, ребята спрашивают, собственно, как вы думаете, а кто поет в группе? Барабанщик, гитарист, барабанщик, гитарист, Алтан Джон или Филипп Киркоров? Сейчас, сейчас мы раскрываем, да, интрига будет раскрыта, поэтому следите внимательно за выступлением, ребят, у нас. Живое выступление, живое, живое звучание и песня называется Breakers. Клик Шоу Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok